О значении слова «убийца». Весьма необычно Песков дважды привлек внимание мировой общественности к полувопросу-полуутверждению ведущего телеканала Fox News Орелли о Путине. Путин-убийца, было им заявлено, за что Песков предложил ему извиниться. Такого внимания к журналистскому слову, произнесенному за пределами России, раньше не наблюдалось. Что же случилось? Похоже, что претензии Кремля адресованы не только Орелли, сколько Трампу, и вызваны они тем значением слова «убийца», на которое он намекнул в своем ответе. В отношении к человеку, занимающему государственный пост, слово «убийца» имеет не менее пяти значений. Во-первых, такого человека могут назвать убийцей в том случае, если его действия или бездействия, с точки зрения называющих, привели к избыточной смертности людей. Например, проводимая властями ошибочная социально-экономическая политика, за которую, с их точки зрения, в конечном счете отвечает этот государственный деятель. Убийцами называли руководителей российского правительства, чья политика привела к преждевременной гибели миллионов людей. Во-вторых, такого человека могут назвать убийцей тогда, когда вооруженные силы, полиция, спецслужбы проводят силовую операцию, в ходе которой погибают гражданские лица. Убийцей называют любого государственного руководителя, посылающего войска за рубеж или на подавление восстания, на собственной территории. От Маргарет Тэтчер в Хоклиндской войне до Михаила Горбачева санкционированное применение советских войск в Тбилиси и Баку. Убийцами называли российское руководство из-за Норд-Оста в Беслане. После катастрофы МН-17 в июле 2014 года трудно было найти европейскую газету, которая не назвала бы Путина убийцей. Но даже самый суровый критик Путина не обвинял его в том, что тот сам непосредственно сидел за штурвалом Бука или нацеливал ракету на пассажирский лайнер. В вину Путина ставят другое, отданные им приказы и поручения, в результате которых российский Бук с российским военным экипажем оказался на территории Украины и своей ракетой сбил гражданский самолет с невинными людьми. В-третьих, человека могут назвать убийцей тогда, когда по его приказу убивают невооруженного противника. Убийцей называют, например, президента Албаму, по приказу которого был убит Усама бин Лан. Все эти три значения термина «убийца» по отношению к государственному деятелю характеризуются, так сказать, убийца от имени государства, государственного убийцу. В современной речи они используются весьма широко, не безосновательно, но с редким исключением, без прямых юридических последствий для называемого. За их применение журналистам и широкой публикой государственные органы, как правило, не требуют извинения. Два других значения слова «убийца» принципиально отличаются от трех предыдущих. Вот они. Это когда государственного деятеля называют убийцей, если он имплицитно указывает или имплицитно приказывает своим подчиненным разобраться со своими политическими, идеологическими, личными, невооруженными противниками, например, журналистами, правозащитниками, адвокатами, политическими оппонентами. Именно так называли английского короля Генриха II, по наущению которого, как утверждается, был убит епископ кентерберийский Томас Бекетт. Именно так заслуженно называют Каддафи, отдавшего приказ заложить взрывчатку в самолет компании Pan American, взорванный затем над Lockerbie. Именно о возможной отдаче распоряжения об убийстве Литвиненко судья Роберт Оуэн обвинил Путина в январе прошлого года. Наконец, в пятых, государственного деятеля могут назвать убийцей, если он собственноручно совершит убийство человека. Эти два последних значения слова убийца относятся к осуществлению так называемых обычных убийств. В отличие от государственных убийц, обычные убийцы не имеют иммунитета от юридического преследования. Ни во время разговора с Трампом, ни после него Орелли не дал пояснений, какое именно значение слова убийца или комбинацию нескольких он имел в виду. Ответ Трампа на вопрос Орелли оказался демонстративным. Он не только утвердительно покачал головой, не только не стал опровергать полувопрос-полутверждение собеседника, но и поддержал его весьма неожиданным образом. Есть много убийц. У нас, в США, тоже есть много убийц. Иными словами, Трамп сразу же согласился с главным утверждением Орелли, не припоминаю, чтобы кто-либо из действующих глав государств когда-либо делал такого рода публичные заявления. В то же время, первая реакция Трампа сразу же и показала, в каком смысле нынешний американский президент воспринял прозвучавший термин убийца. Слова Трампа о множестве убийц и у нас в США обозначают, что Трамп имел в виду негосударственных деятелей, лидеров президентов, по приказам которых проводятся военные действия, антитеррористические операции. Таких президентов по определению не бывает много. Следовательно, он имел в виду не государственных, а обычных убийц. В четвертом и пятом значении этого слова. Каких у нас много. Иными словами, Трамп не просто согласился с Орелли в том, что речь идет об убийстве, но и инициативно уточнил, что речь идет об убийце в обычном значении этого слова. Видимо, спохватившись, что сказал что-то лишнее, Трамп поторопился дать еще одну интерпретацию термина убийца. Вы что думаете, наша страна так уж не виновна? Последующий обмен репликами по поводу войны в Ираке очевидно преследовал цель представить объект обсуждения в качестве такого же государственного убийцы, как и администрация США. Как известно, именно эта часть интервью Трампа вызвала бурю эмоций в американском обществе и спровоцировала бесконечные комментарии о недопустимости одинаковых моральных оценок действий вооруженных сил России и США. Оставим такого рода дискуссии американцам. Для нас важнее другое. В самом конце этой части интервью Трамп внезапно еще раз вернулся к своей первоначальной интерпретации обсуждения термина, ассоциирующегося как раз не с государственными, а с обычными убийцами. Много убийц вокруг, поверьте мне. То есть первое значение термина убийца в обычном значении осталось для него ведущим. Но возможно самое главное в этой истории заключается даже не столько в этом беспрецедентном заявлении Трампа, сколько в действиях Пескова. Ведь что он сделал? Он потребовал извинений от Орелли и телекомпании Fox News за слова, какое он назвал недопустимым и оскорбительным. Но слово убийца в адрес руководителя государства, войска которого действительно убили и убивают десятки тысяч людей в Чечне, Грузии, Украине, Сирии, спецслужбы которого уничтожили Масхадова и Яндарбиева, в мире используется регулярно. Достаточно посмотреть грузинские, украинские, арабские, европейские, американские средства массовой информации. Еще раз повторю, что в июле 2014 года вся Европа называла российского лидера именно этим словом. И тогда никакой реакции Кремля, никаких требований по произнесению извинений не было. Что же случилось сейчас? Почему возникли претензии к Орелли? И к Орелли ли эти претензии? Похоже, что проблема заключается не в слове убийца как таковом, а в различных значениях этого термина. Когда речь идет об убийствах от имени государства, то есть государственных убийствах, то со стороны Кремля это не вызывает никакого возражения. Более того, такие убийственные действия восхваляются, как это можно видеть по официальной пропаганде, воспевающей ликвидацию боевиков, бомбежки террористов, запуски крылатых ракет из бассейна Каспийского моря и т.д., приводящие публику восторг. Однако, когда Трамп заговорил об убийце, но не о государственном, а об обычном, то это вызвало столь оперативную, столь обиженную и столь повторяющуюся реакцию. При этом понятно, чтобы убийца в обычном значении говорил не Орелли, а Трамп. А претензии пока предъявлены только Орелли. Видимо, время требовать извинений от Трампа и еще не настало. Оно похоже отложено, может быть, до 2023 года. Андрей Илларионов.